В год гражданской обороны грех не вспомнить о временах, когда ей уделялось самое пристальное внимание. В Советском Союзе бомбоубежища были едва ли не на каждом предприятии и даже в подвалах жилых домов. Подается сигнал «Закрыть защитное сооружение». Убежище и укрытие являются наиболее надежным средством защиты от оружия массового поражения. А вот видеоролики уже из нашего времени. Их создают и выкладывают в сеть ивановские сталкеры. Ребята разыскивают в городе бомбоубежище и смотрят, в каком они состоянии. Такие ревизоры от гражданской обороны. Вот он, бункер сам. Так, зайдем сюда. Это типа командного пункта, наверное, должно было быть. Тут, кстати, тепло. Шхонки стоят, уже разломанные. Потом зайдем. Противогазики валяются уже. Занятия это не совсем законные. Так что мы не покажем лица сталкеров и скроем их имена. Хотя сами парни в своем хобби не видят ничего преступного. Замки они не взламывают. Все бункеры без охраны. Мы не производим никаких вскрытий. Мы просто как бы заходим. Никаких препятствий нет. Охрана обычно таких... Но все равно объекты охраняются. Забора нет. То есть каждый может свободно пройти. И охрана обычно выпивает. Но не в состоянии что-то сделать. Побывав в десятках бомбоубежищ, сталкеры сделали неутешительные выводы. Большинство защитных сооружений в ужасном состоянии. Вентиляция сломана. У аптечек и средств индивидуальной защиты вышел срок годности. Это, например, который у ребята позаимствовали в качестве вещдока, просрочено на 17 лет. Противогазы, конечно, в ужасном состоянии. Некоторые сгнившие. Все очень пыльно. Распираторы все сгнили. Аптечки есть упакованные, но также они разворовываются. Есть еще всякие дозиметры, которые радиацию измеряют непосредственно. Приборы химоразведки. Но они также не в пригодном состоянии. Бомбоубежище в зоне контроля управления МЧС. Так что вопрос о состоянии защитных сооружений к ним. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что вместе с уполномоченными лицами пройдемся по некоторым бомбоубежищам города. Адреса называть не можем. Гостайна. Первая точка, которую посетили спасатели, располагается на территории одного из предприятий. А точнее, под его территорией. Здесь есть необходимый запас питьевой воды. Фильтрационная установка в рабочем состоянии. Кладовую с аптечками и противогазами нам открыть отказались. Но это не обязательный элемент. По правилам, в случае ЧАЭС все необходимые мелочи в укрытие должны привести в течение 48 часов. Так что это не нарушение. В отличие от ручьев, бегущих по стенам и полу бункера. Если в укрытие просачиваются грунтовые воды, то что уж говорить об остальном. Менее безобидно. Ответственно за состояние бомбоубежища руководство предприятия довело его до такого состояния. Ему направят соответствующее предписание. В первую очередь устранить незначительные протечки. Одно из основных нарушений. И небольшие замечания по окраске некоторых внутренних элементов. А вот как выглядит бомбоубежище, которое содержит должным образом. Опять же не скажем, где оно расположено. Но это что называется бункер класса люкс. Свежий косметический ремонт. Все необходимые указатели. Везде подписаны гермоклапаны и так далее. Стрелками указано направление движения воздуха и так далее. То есть все обслуживание крутится. Фильтры вот вы видите в 2011 году изготовлены. Срок годности 25 лет максимально. То есть запасные. Тут все лазы, запорные устройства на дверях. Функционируют резинки все новые. Как новенькие и противогазы. Здесь их, в отличие от предыдущей точки, показывают без лишних слов. Произведем в 2004 году. И там фряга к нему. Маркировка, да, опять 2004. Бомбоубежище регулярно проверяют не только сотрудники МЧС. Этим вопросом также занимается прокуратура. Это дает надежду, что не все так плохо с ивановскими бомбоубежищами, а те, которые отыскали сталкеры, вероятно, уже сняты с баланса. За ненадобностью. Остается только надеяться, что на практике проверить, нужны разрушенные бункеры или нет, ивановцам не придется. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.